я напоминаю то что мы с вами занимаемся основной вероятности теории меры вероятностью мы уже закончили вероятность приятного аппетита дмитрий масочку не забываем накрывать так пресс на сегодня мы с вами заканчиваем систему и множеств но мы все обсудили про там полукольца кольца в частности нас очень интересует история какая наименьшее какое наименьшее кольцо содержит данные полукольцу ли данной систем но что мы все обсудили последний что у нас осталось это обсудить вопросы сигма колец и дельта колец ну и соответственно сигма алгебра дельта за объект ну вот так вот погнали четко алгебра кстати здравствуйте павел павел это кольцо с единицей замечательно так резная система множеств система множеств у нас будет называться дельта кольцом или сигма кольцом но это два разных понятия что я пишу соответственно дельта кольцом или сигма кольцом если выполнить следующий ну во первых это кольцо пока и наличие единички мы не требуем и второе то что у вас эта система множеств замкнута относительно ну здесь операции объединения здесь операции пересечения наоборот почему здесь операции пересечения то есть для любого набора а1 а2 и так далее принадлежащему n будет вязано что пересечения аитах по и от единички до бесконечности тоже являются элементом n случае дельта кольца объединение по и от единички до бесконечности аитах является элементом данного кольца ну то есть ну то есть как бы это следующая настройка то есть система замкнута относительно операции ну либо счетного объединения либо счетного пересечения ну вот раз нам пошли по замечаниям до аналогичный если у нас есть единичка мы вводим понятие дельта алгебры и сигма алгебры понятно отдельно записывать не будет утверждение утверждение которое есть это на любое сигму кольцо является дельта кольцо обратно и неверно и любая дельта алгебра является сигма алгебра ну то есть в случае алгебра эти два понятия они разносильны дельта алгебра и сигма алгебра поэтому никто не говорит дельта алгебра вы даже такое понятие не слышали никогда при этом сигма алгебра где-то там на периферии звучало ну вы там шли по коридору и услышали ну когда вы поступали катя шайдова у вас в частности набирала да правильно ну да катя шайдова там была в приемной комиссии и вот она в коридоре я слышу она говорила об этом вот мата наше все вот история откуда у вас от появилась на монтане они такие оль вы это делаете там а давайте на монтане мы тоже будем это делать они ну давай у вас третий сместор отличается от из тех лет ну вот но зато вы как бы дважды пройдете через эту историю поэтому случае мата на и случае действована поэтому точно поймете мы пошли доказывать так ну первое то что любое сигма кольцо является дельта кольцом для того чтобы доказать нам надо доказать чего пересечение выражается через объединение это понятно ну что значит то что она сигма кольцо значит она замкнута относительно операции счетного объединения данная система множества и вайте моноков моноков кивайте но там до доказать что это обязательно дельта кольцо то есть она тоже будет нам контакт носить операции счетного и рассечения ну то есть нам нужно свечение выразить сейчас объединение то есть что мы берем мы берем произвольный набор а1 а2 и так далее являющихся элементами который у нас сейчас кто сигма кольцо то есть мы знаем что это сигму кольцо и пытаемся понять что происходит с пересечению а это х по и от единички до бесконечности то есть можем ли мы это выразить через операцию счетного объединения можем как вот можем сделать мы с 51 это сделали кто сообразит еще да ну дополнение плохо единички нету это же кольцо пока нету единички да ну вот но мы же понимаем что у вас идет пересечение да то есть у вас есть начало а1 потом вы из этого а1 берете то что у вас еще принадлежала а2 потом из этого берете то что еще принадлежала 3 то и вот так вас уменьшаете постепенно ваше пересечение все понятно купить хорошо поэтому мы используем а1 а1 минус соответственно счетное объединение по и от двоечки до плюс бесконечности а1 без аитова но это по законам деморгана вот так это выполнен хорошо но то есть все вот эта штука у вас элемент r потому что это кольцо это у вас является элементом r потому что r это сигма кольцо да а это у вас элемент r потому что это кольцо все вы за доказали в обратную сторону неверно контрпримеры стандартные то есть система множеств которая является является дельта кольцом но при этом не является сигма кольцом это множество всех ограниченных подмножеств прямой представьте себе множество всех ограниченных подмножеств прямой понятно что ли это ну это точно кольцо да но и понятно да что это будет являться дельта кольцом ну потому что если счетное число раз будете пересекать но вы точно получите ограниченное подмножество прямой вы же меньше всегда получаете Но при этом это, очевидно, не будет σ кольцом, потому что счётное объединение всех полуинтервалов вида от n и n плюс 1 даёт всю прямую, которая не является элементом такого кольца. Потому что это множество бесконечного. Понятно, да? Ну ладно. Если же мы допускаем наличие единички, то есть если у нас существует единичка, если у нас существует единичка, то тогда счётное объединение можно расписать через счётное пересечение. Как это сделать? Чего-чего? Чего пишу? Е без? Операция какая? Пересечение счётное. Кого? Е без айт. Ну то, что Павел называет дополнением. Всё. Возвратно, вот эта штука доказана. То есть мы можем всегда счётное объединение через счётное пересечение, если есть единичка, а счётное пересечение можно всегда через счётное объединение показать. Вода хорошо. Вот честно, это вообще у вас нигде не будет участвовать. То есть понятия сигма кольца и сигма и дельта кольца нигде нет. То есть все работают уже с сигма алгебрами дальше. То есть когда у вас есть единичка. Такие понятия, они не нужны нигде. То есть они не вылезают в итоге. То есть полукольцо – да, кольцо – да. А вот требования, то, что дельта кольцо, сигма кольцо не вылезает нигде, поэтому всё время в дальнейшем мы с вами будем работать именно с сигма алгебрами. И самый важный пример, который есть у сигма алгебрами – это Боррелевская сигма алгебра. Обозначать мы её будем как буковка бета. Ну, дальше от чего там? От R или от R? Ну, зависит. Мы с вами всегда, в нашей истории мы будем всё время рассматривать бету от R, потому что больше нам не нужно. Но при дальнейших исследованиях, то есть если у вас математическая статистика, то у вас там объектом исследования будет выборка, то есть вектор. А вектор, он, естественно, будет принадлежать Rn. Поэтому на третьем курсе вы уже будете работать в общем. С Боррельской сигма алгебрами от Rn. Она определяется как? Как наименьшая сигма алгебра. Наименьшая сигма алгебра. Мы с вами обсуждали то, что на такой объект есть. Содержащая. А вот здесь уже есть различные способы определить. Ну вот. Мы с вами это определим как наименьшая сигма алгебра, содержащая все открытые множества. Что такое открытое множество в Rn, вы понимаете, поскольку у нас там есть понятие шара. Понятие, что такое открытое. Это основной объект, который у вас есть. На семинарчиках надо будет его отработать. Все. То есть здесь системами множеств мы и заканчиваем. Вот в этот момент. То есть все, что теоретически нужно было дать, я дал. У нас с вами фактически три главных объекта есть. Полукольцо, кольцо и сигма алгебра. Каждый является настройкой. Она от предыдущей системы множеств. То есть она все более богатая система. Хорошо? Валентин, кивни, пожалуйста. Спасибо большое. Это не кивок. У тебя что-то среднее получается. Ну ладно, я соглашусь, но в душе не хочется. Ладно. Все. И мы с вами теперь переходим к мере. Теперь мы переходим к мере. Это тот, который я в прошлый раз не успел. Так, мера. Так, с чего мы стартуем? Соответственно, у нас сейчас все время. У вас будет S, это полукольцо. Мы всегда будем стартовать полукольцо. Мы будем всегда стартовать с полукольца, потому что это маленькая, бедная система множеств. Но за счет того, что она маленькая, в ней просто элементов меньше, и там легче задать меру на такой системе множеств. Сигма-алгебра слишком тяжеловесная структура, там слишком много множеств, и совершенно непонятно, как там меру задавать. Ну вот. Соответственно, определение. Определение. то, что функция M, которая отображает S в неотрицательные числа, называется мерой. То есть, мера – это функция, аргумент которой, элемент полукольца, значение чиселка неотрицательных. Называется мерой, если. Аналогичные функции, когда множество значений может принимать любые значения, ну, в смысле, отрицательные тоже, такие объекты возникают вот в этой истории. Вы с ними будете пересекаться, они называются зарядами, вы, наверное, в слупах с ними будете пересекаться. Ну, так, слегка. Если вы глубоко уйдете в какую-то вероятностную историю, функциональную анализ, вы будете больше с ними работать. Ну вот. Мера, вот мера, она всегда не отрицательна. Если выполнены следующие требования. Если любого набора А1, А2 и так далее, АН, которые являются элементами С, и при этом А является дизельным объединением АИТ, верно следующее, что мера от А является суммой мер АИТ. Ну, то есть, давайте, то же самое. Ну, то есть, это просто неотрицательная функция, которая обладает свойством. Как это свойство называется? Это просто аддитивность. Это свойство аддитивности. Так, соответственно, если... Мы добавляем еще одно условие к тем условиям, которые есть. Что если для любого счетного набора множества, которые являются элементами С, таких, что А является дизельным объединением АИТ, по И от единички до бесконечности, верно, что мера А равняется сумме мер АИТ, то М называется как ну, может, сигма-аддитивность. Сигма-аддитивные меры. Сигма-аддитивные. Сигма-аддитивные меры. То есть никто не говорит про аддитивную меру, поскольку любая мера является аддитивной в силу своего определения. Но если есть еще вот такая вот надстройка, то она является сигма-аддитивностью. Соответственно, вот тут есть момент, который люди... Ну вот студенты, сколько мы с ними работали, вот это очень тяжело доходит до них. Что кажется не очень естественным вот в этом определении? Ну вот на левой доске. То есть если вы это поймаете, ну вот прям... Что-что? Ну вот в этой истории. То есть какое у вас действующее... У вас есть полукольцо. Вы на этом полукольце... Вы помните, что такое полукольцо. Вы на этом полукольце задаете вот такую вот меру. Ну вот. А, зачем? Почему? Нет. Основная вещь, которая не очень вот тут понятна народу в конце, даже в конце курса, это вот это. То есть смотрите, если у нас есть полукольцо, с него очень легко делается следующий шаг на кольцо. Вы рассматриваете всевозможные конечные дизюнкные объединения элементов полукольца, и вот эти вот новые множества, они образуют кольцо. Сейчас я понял, что говорю, да? Кивайте, Павел. Хорошо. Ну ладно. Кольцо – это какая структура? Это структура, которая замкнута относительно всех наших операций. Ну понятно, что конечного их числа. То есть кольцо ни в коем случае не замкнуто относительно операции, не должно быть замкнуто относительно операции счетного объединения и пересечения. Здесь же у вас, вы живёте на полукольце, и речь начинает идти про счётное объединение. У нас ведь наша система множеств нифига не замкнута относительно операции счётного объединения. Но тут проблем нету, то есть я же через запятую пишу, то есть у нас и А является элементом полукольца, и все слагаемые являются элементами моего полукольца. И для них при этом выполнено вот это. То есть почему у вас должна быть, почему у вас в этот момент должен, по идее, должно возникнуть диссонанс. У нас система множеств очень простая, она даже не замкнута относительно операции объединения. То есть даже вот это уже должно было бы восприниматься тяжело. При этом мы определяем на ней функции, которая должна удовлетворять условию сигма-аддитивности. То есть на очень бедной и простой системе множеств мы требуем какой-то треш. и вообще непонятно, как это проверять. Ну вот. Почему это так? Почему уже даже сейчас на очень бедной системе множеств мы требуем такие, накладываем такие очень странные требования на нашу меру? Главная цель на самом деле всего вот этого куска это терема коротеодори. Это просто вот, на которую постоянно будут все ссываться терверщики больнейшей жизни. Идея там заключается в чем? Что, если у вас на полукольце, ну, Ширяеве на самом деле там сформулировано на кольце, да, но вы понимаете, что шаг от полукольца к кольцу, он очень простой, да, понятно же, да? Поэтому я ее буду формулировать про полукольцо. Если у вас мера определенная на полукольце с единичкой и на нем она сигма аддитивна, на этом полукольце, то тогда эта мера однозначно продолжается на наименьшую сигма алгебру, содержащую это полукольцо. То есть, если у вас вот это требование не выполнено, то вы не можете утверждать, что у вас, во-первых, будет продолжение, это раз, во-вторых, оно будет единственным. Это понятно? То есть, вот это главная цель, которая нас последует. Ну ладно, хорошо, я такой, ну, немножко спойлеров. Я просто всегда хочется объяснить, что происходит сразу. Так, поскольку тяжело, давайте рассмотрим пример. Какой единственный адекватный пример полукольца у нас с вами есть? Это полуинтервалы, да, то есть мы с вами, пуская S, это полукольцо промежутков, полукольцо, промежутков, я даже возьму, ну, пошире, да, не полуинтервалы, а промежутков. Как я их обозначал тогда? Вот так, да? Вот так я обозначал промежуток. Ну, то есть непонятно, какие там скобки, то ли круглые, то ли квадратные. Ну вот. Я рассмотрю, которые являются подмножеством какого-то глобального отрезка, который мы с вами обозначим, ну, давайте вот так, А и Б. То есть мы рассматриваем все промежутки, которые являются подмножеством отрезка от А до Б. А и Б это конечные числи. Ура! То, что это полукольцо, мы с вами уже обсудили. Естественно, там нифига нету замкнутости неотносительно операции просто объединения, ни тем более счетного объединения. А как я задам меру? Дальше. Мне нужно задать меру. Как я задам меру на промежутки? Самый простой способ. Длина. Просто длина. Хорошо. В частности, вот там вот пример Боррелевской сигма-алгебры, когда вы будете работать с сигма-алгеброй с Боррелевской сигма-алгеброй напрямой, эта сигма-алгебра порождается. Ну, что значит порождается? То есть, это будет наименьшая сигма-алгебра, содержащая эту систему множества. Она порождается, ну, например, интервалами-промежутками. То есть, наименьшая сигма-алгебра, которая содержит все интервалы напрямой, это Боррелевская сигма-алгебра. Ну вот. Хорошо. Вот мы определяем вот так вот меру на этом промежутке. И получается, что мне нужно проверить для того, чтобы проверить сигма-аддитивность этой меры. Теорема M, она сигма-аддитивна на S. Вот это M сигма-аддитивна на этой S. Я сейчас это буду доказывать. То есть что мне нужно доказать? Что если какой-то промежуток является счетным объединением промежутков, дидюнтным счетным объединением других промежутков, то тогда мера его должна быть равна. То есть если какой-то промежуток, который мы с вами обозначим от А до Б, является счетным объединением каких-то промежутков, то тогда мера вот этого должна быть равна счетной сумме меры вот тех. Это понятно? Не то, что вот мы берем любое дизюнтное объединение, и тогда мы что-то можем сказать про сумму. Нет, если это дизюнтное объединение само является элементом нашего полукольца, то тогда будет верный равенство. Это не представляется, когда люди экзамен задают, ты им задаешь вот этот вопрос, а как мы можем требовать сигма-аддитивность меры на множестве, которые не замкнуты относительно операции счетного объединения? Они такие сидят? На самом деле. А как это так? Хорошо. И нам нужно вот показать, что если вот это, то мера от А до Б будет равна сумме меры аитых-бритых. И это вообще нифига не понятно, почему это так. Ну вот, потому что... непонятно. Я же даже на самом деле не очень понимаю, как аиты между собой устроены, как бы ииты между собой устроены. Я имею в виду порядочность их. То есть, да, у меня сейчас какой-то промежуток и счетное объединение промежутков, но никто мне не обещал, что они будут по порядку расположены, по индексу И. Могу ли я их расположить по порядку? Могу ли я так выстроить последовательность аитых, что эта последовательность будет убывать, ну, возрастать, чтобы они шли друг за другом? Ну, а по-моему, нет. Ну, то есть я могу как? Я же могу как заполнять? Вот у меня есть промежуток, да? Я могу как-то его делить и вставлять сюда, вставил, потом сюда вставил, и вот... Да, вот так. Вот эти дырки постепенно заполнять промежутками. Вы сейчас поняли, нет? Ну, это вообще в Матане в первом семестре... То есть, слушайте, мне первый семестр нужен. А там у вас были вот эти там всякие? Лема Дарбу, вот это вот, вложенные... Было? Как у вас это могло не быть? Это же программа Матана, первого курса у всех систем. Очень плохо, Ярослав. Разбудить Андрея. Хорошо. Ну вот. Поэтому я даже не могу ничего сказать про последовательность аитов между собой, как они. То есть, как бы, вот эта вещь, вроде кажется правильной, да? Но при этом, когда вы начинаете пытаться это доказывать, непонятно, как это делать. Более того, у вас на семинарах будет задачка такая, что нужно будет показать, что вот если нету этой сигма-аддитивности, там вообще всё рушится, будет одна задача там. Ну вот. Такой, ну, разрыв шаблонов будет. То есть тут в этой истории очень много... То есть, смотрите, упражнений в этой теории очень мало, поэтому семинары такие тяжёлые. Почему делается коллокриум? Вот по теорию можно там на любую тему составить любое количество задач. Здесь вообще нереально. Мы когда первый раз курс обкатывали, мы пытались сделать задачки для контрольных, это было очень сложно, придумать задачки для контрольных. Поэтому большая часть семинарских задач здесь это контрпримеры. Ну вот. Что делать, если мы выкидываем какие-то условия из наших теорем? Ладно. Как? Ну, доказать-то это надо. Как это доказывать? Ну вот. Дальше идёт достаточно стандартный подход, который вы будете сейчас там реализовывать. Ну, погнали. Так. Так, ну погнали. Что я сделаю? Во-первых, я возьму отрезок альфа от бета, который входит в мой промежуток от А до Б. То есть у меня сейчас цель какая? То есть в чём вся проблема? Проблема в счётности что суммы, что объединения. Это понятно? Ну вот. А как я буду из этого избавляться? Я буду использовать теорему... Я забыл, чья она, Кантера или Бернштейна. А то, что из любого счётного покрытия замкнутого множества можно выбрать конечное подпокрытие, компактное. Это, по-моему, теорем Кантера, по-моему, в МОТО не было, нет? Ну, в общем, то, что из любого счётного покрытия открытыми множествами, да, я могу выбрать конечное подпокрытие. Сейчас Марк нам найдёт чья-то теорема. Ну вот. Соответственно, я сейчас это и буду делать. Что я сделаю? Я возьму отрезочек, который является подножеством моего конечного промежутка, но при этом как бы не сильно меньше. Что значит не сильно меньше? Так, чтобы у меня мера отрезка альфа-бета отличалась от меры промежутка от А до Б не больше, чем на эпсула пополам. Ну, поскольку альфа-бета лежит внутри А, Б, то вот так. Хорошо. И дальше я найду интервальчики, которые содержат в себе мои промежутки, причём так, чтобы мера моих вот этих интервальчиков отличалась от меры моих промежутчиков. Ну и сделаю так, чтобы ряд сошёлся к эпсула пополам. То есть мне здесь нужно взять эпсула разделить на 2 в степени и плюс 1. Понятно, откуда берётся это эпсула делить на 2 в степени и плюс 1. Ну, это там у меня будет геометрическая прогрессия, она сойдёт с эпсула пополам. Что у меня тогда получается? У меня получается, что у меня отрезок от альфа до бета, он точно вложен в счётное объединение от альфа-итов до бета-итов. Ну, поскольку вот так, да? Это очевидно, да? Ну, то есть альфа-бета, он как бы внутри А, Б, альфа-ит и бета-ит, и каждый покрывает собою каждый из этих, ну, значит, их счётное объединение покрывает всё вот это. Значит, покрывает вот это, значит, покрывает альфа-бет. Дальше я включаю теорему чью? Гейн-Боррель. Ну вот. О том-то, что если у меня компакт покрыт счётным объединением открытых множеств, то можно выбрать конечное подпокрытие. Ну вот, я его выберу. Существует конечное покрытие. Давайте множество индексов мы обозначим лямбда большое. Это множество индексов, таких альфа-итов и бета-итов, которые покрывают мой отрезок. Ну хорошо. И потом погнали. Просто писать неравенство. То есть, что у меня получается? У меня получается, что мера моего вот этого промежутка, она точно меньше, чем мера отрезка плюс ε пополам. Ну, я так выбирал вот этот отрезок. Так? Дальше. Мой отрезок, он покрывается конечным числом вот этих вот промежутков. Ну, на семинарах вы это будете доказывать. Это простое свойство меры, да? То есть, если у вас одно множество покрывается конечным набором других множеств, то мера маленького, она будет меньше либо равна сумме мер вот этих, которые его покрывают. Ну вот. Соответственно, здесь вы получаете меньше. То есть, поскольку тут конечное объединение, то тут как бы делается просто. Это будет меньше, чем ε пополам, но вот это я переписываю. Плюс вот эта вот конечная сумма. То есть, по g принадлежащим, извините, по i принадлежащим вот этому вот индексу, мер α-итр, β-итр. Еще раз. Это множество тех индексов наших промежутков, что конечные, да? То есть, вот так вот. Так, здесь у нас что получается? Здесь получается меньше, чем ε пополам, плюс сумма по всем i, то есть, я увеличиваю свой ряд. я увеличиваю свой ряд. Ну вот. Теперь, каждая из этих штук, она у меня меньше вот этой меры, плюс ε делить на 2 в степени i плюс 1. Если я просуммирую вот эти вот ε, я получаю ε пополам, в результате у меня получится ε пополам плюс ε пополам, плюс сумма по i от единички до бесконечности, мер моих промежутков. Есть? Есть? Да, хорошо. А дальше самая вот эта вот великая фраза, которая будет вас преследовать в этой теории все время. Поскольку неравенство выполнено для любого ε на эти две части не зависит от ε, то мы отсюда получаем, что мера моего промежутков, она меньше либо равна, чем сумма по i от единички до бесконечности, мер АВ. Есть? Ну вот. То есть мне остается что? Мне остается доказать неравенство в другую сторону, и после этого будет ЧТД. Согласны? Ну, мне же нам доказать равно, да? Ну вот. Я доказал пока неравенство в одну сторону. Сейчас мне нужно доказать неравенство в другую сторону, и будет все хорошо. Как доказать неравенство в другую сторону? Ну, тогда, ну это же не будет работать тогда. Я же пользовался чем? У меня компакт покрывался счетной системой открытых множеств. Неааа. Ну, то есть, если ты сейчас вот здесь вот вылезешь наружу, что ты возьмешь? Отрезок или интервал? И так, и так не получится. То есть, к сожалению, нет. То есть нужно сделать в обратную сторону. Ну, это на самом деле... Сейчас мы потом сформулировали на наследство, но до него можно догадаться. То есть как мне доказать то, что мера вот этого обязательно больше либо равна вот такой суммы? С учетом того, что здесь дизъюнктное объединение выполнило такое равенство. Никто не догадаетесь? Ярослав, не спать. Уже мог придумать давно. Что, нет? Ярослав, еще раз, что мы хотим? Нам нужно неравенство в другую сторону. Я утверждаю, что оно просто получается. Из того, что выполнило вот это. Да, но у меня же равенство, оно теоретико множественное. А это промеры. Ну, в общем, мысль в чем? Смотрите, если у нас выполнена вот та штука, ведь проблема в чем? Проблема с этим гребаным счетным объединением. Было бы оно конечно, у меня аддитивность. Мы просто по аддитивности бы все делали, и все. Что предлагается? Предлагается взять конечное объединение. Что тогда? Как изменится тогда знак между двумя множествами, если возьму конечное объединение? Вот так, конечно. То есть у нас получается, что для любого n большого, какой у меня там и индекс? По и от единички до n большого, а и ты б и ты. Правильно? Помните, у нас с вами была теремка, которая доказывала то, что если вот так, то вот эту штуку можно догнать тоже такими промежутками до этого множеством. Так? Конечным множеством. И тогда мера вот эта будет равна сумме мер вот этих и еще какой-то хвостик. Вы сейчас понимаете, что я говорю? По мерам. Отсюда вывод. Вот в силу вот этого мера а, б, она будет больше либо равна, чем сумма по и от единички до n мер аитр битр. Первое? Ну так равно, когда бесконечность. Я просто выкинул часть. Нет, ну подожди. Если у тебя множество является счетным объединением резюнтным, объединением других множеств, если я выкидываю часть из этих множеств, я получаю поменьше. За что? Нет, сначала я как бы формулирую вот это. Это ясно? Отсюда легко получить это. Ну вот. А дальше самая волшебная фраза. Это неравенство выполнено для любого m. Значит, мера нашего промежутка больше либо равна вот такой. Ну вы должны были вот в Матане в первом семестре там все время играться с вот этим вот. Что если это выполнено для любого, значит для этого, потому что... Ну, предположим, нет. То есть знак строго меньше. Если строго меньше, там есть как бы расстояние между этими... Ну вы делали же это в Матане, да? На семинарчиках. Нет, он не лежит, наоборот. Наоборот, он содержит. Он содержит в себе это конечное объединение. Значит, его мера больше либо равна сумме мер этих кусочков. Знак сюда, сюда. Ура, хорошо. Ура, мы доказали. То есть мы действительно доказали то, что на этой бедной и несчастной системе множества введённая нами мера оказалась сигма-аддитивна. Вот так, мерзок, конечно. Мы с вами, вот это, к сожалению, мы с вами проведём ещё раз эти рассуждения, когда мы будем меру любега-сель-тесу строить в общем случае и доказывают то, что она всегда сигма-аддитивна. Всё. Мера любега-сель-тесу, она прямо вот вам для тервера очень важна, потому что любое ваше распределение, оно будет мерой любега-сель-тесу относительно функции распределения. Ну вот. И тем самым, как бы, я обосную, почему вы потом, всегда, когда вы будете говорить о распределении, будете работать с функцией распределения, почему этого достаточно. Сейчас, почему вы всё равно ничего не понимаете, ладно. Ну вот. Будет тервер, всё поймёте. Хорошо, погнали дальше. Так, что у нас с вами дальше? Дальше у нас с вами общие утверждения, которые я тут невольно замыслил. Так, лемма первая. То есть я сейчас в частном случае на прямой эти штуки проговорил, сейчас мы две леммы сформулируем, которые нам будут нужны. Соответственно, лемма первая – ограничение меры на полукольце снизу. Ограничение меры на полукольце снизу. То есть мысль в том, что если у вас м – это меры на с, меры на полукольце с, если м – это меры на полукольце с, ну и дальше как? Само а принадлежит, а1 и так далее, а2 и так далее, а n у вас принадлежит с, то и а при этом вложено в конечное объединение аитов, то тогда мера а она является, она не больше, чем сумма по единичке до n мера аитов. Я вот сейчас это как бы проговорил, что на прямой это понятно, но вот в общем случае тоже нам этот результат нужен. Мы его с вами, получается, использовали здесь где? Мы с вами его использовали вот здесь, да? Вот он. Хорошо. Ну вот. Соответственно, действие первое. Мы с вами где-то, то есть мы с вами строили или не строили, то есть если у нас с вами есть последовательность аиты, то мы можем ее представить в виде вот так, элементов S. по-моему, я в прошлый раз формулировал, прям у нас отдельный был какое-то утверждение, что так можно делать. Было или не было? Было. Все, я в Лентине не делал. Ну вот. Ну то, что если у нас есть элементы полукольцом, просто с полукольцом погано, блин, оно не завтра, это действительно наших операций, которые нам надо, как пересечение, поэтому там все время приходит делать оговорки. Ну вот. Ну вот здесь можно сделать, мы аккуратно эти БК-ты в прошлый раз построили. Ну вот. Но дальше пошли смотреть. То есть что у нас идет? Сумма по E от единички до N мераитых. Мераитых. Ну вот. Что утверждается? Утверждается, что вот эта штука, она больше либо равна сумме по К от единички до N мера БК-ты. Только до N, а тут до N. Соответственно, как эта штука обосновывается? Вы понимаете, кстати, как эту штуку обосновать? Почему вот эта штука будет, будет что-то вот эта штука? Что, нет? Нет. Немножечко по-другому делается. У вас каждая БК-ты при построении, вы помните, как строились вот эти БК-ты, да? Вы что делали? Вы брали АИ-ты, их пересекали между собой, так? И получали вот эти БК-ты. Что утверждается? Утверждается, что каждая БК-ты, так? Оно является подмножеством какого-то АИ-тва. Так? Ну, это получается, то, что у вас каждая вот из этих слагаемых соответствует одному из этих слагаемых. Это понятно? Дальше. Если у вас одно из этих слагаемых, извините, если у вас два из этих слагаемых соответствуют одному этому слагаемому, то у вас что получается? У вас получается, что обе эти БК-ты, они между собой не пересекаются и являются под множеством этого этого но это значит что мера а это больше либо одно сумме двух этих быков то есть мысль в чем вы каждые быка ты ставите в соответствии какому-то этому а дальше просто разбиваете их на кучке то есть вот эти быка ты соответствует этому этому эти быка ты этому этого эти этому при этом может получиться так то что у вас какие-то аиты его тут будут вообще не задействованы такой может получиться боль но вам это не надо вам нужно каждой быка ты кому-то привязать может оказаться что он привяжется несколько быка так привязать к одному и тому же аитаму но тут проблем нет это понятно все а что такое сумма быкатах а а а же входит они равно все извините извините поэтому еще один переход это понятно я пересекаю каждый быкат с а а теперь за счет того то что у вас а вложено это же равно объединение бкат по к от единички до м ну вот так ну вот этот переход верен это ясно хорошо а дальше я пользуюсь тем то что у вас а оказывается индивидуальным объединением по к от единички до м бкат пересеченное с а ну это теоретика множественное равенство она доказывает стандартно да вы пишете то есть икс то лишь а тогда и только тогда когда x принадлежит нет тут совсем просто в общем вот теоретика множественное равенство доказывать как вы доказывали на первом курсе такие равенства я вас веру на этом экзамене что сейчас вальню так вот это равенство да и что такие аж пересекаются а каждые быкаты то есть у вас что получать дизинг на объединение бакатах покрывает а полностью ему просто она резали ту часть а который участвует ну то есть среди них может быть какое-то количество пустых бога ранее ну а если вот так нажиме да а значит она аддитивна всего определения значит это равняется не чего в мире а все рады казать в общем случае есть это вот та вещь которой я пользовался вот здесь вот так ну и та вещь которой соответственно я пользуюсь вот здесь давайте я его сформулирую тоже эту лему потому что потом мы с ними будем в общем случаями пользоваться ну вот поэтому я подтуплю так погнали тогда лима тогда лима вот запускай м это у вас меры на полу кольца пускай это у вас меня на полу кольца с дальше у вас есть а1 а2 и так далее а н причем вот эти между собой они пересекаются при этом каждая а и ты у вас входят в а да да и все они элементы с то тогда что утверждается утверждается что мера а у вас будет больше либо равна конечной сумме пока от единички дуэн мир а их окат ну и отсюда соответственно делается легко обобщение то которое нам нужно ну вот естественно доказательство аккуратное доказательство этой истории какое то что если я возьму единственное объединение а к т по к от единички дуэн это является элементом моего полукольца да ну вот а значит да и при этом а у вас содержит в себе вот это вот объединение пока от единички дуэн окат правильно ну что у нас получается элемент моего полукольца является подмножеством другого элемента моего полукольца значит его можно дополнить конечным набором то есть у меня существует набор а n плюс 1 и так далее а м такие что а у вас будет равно дизинкновенению а это в паре от единички дуэн теперь в силу этого равенства будет верно что мера а это есть сумма по и от единички дуэн мир аитах что и больше либо равно сумме по и от единички дуэн мир аитах ну и все где набрал а если я первый задал где я наврал пока все думают я стираю я где-то наврал где наврал ну так осознанно чтобы у меня было время быть из доски ну чем вы так расстроились что вас лектор обманывает что не заслав не расстраивайтесь давайте кто первый найдет ошибку тут молодец слова и давай ты не будешь думать вслух а подумаешь про себя потом дашь ответ да давай какой конечно кто это нет это нет с это полукольцо но нифига не замкнута относительно операции объединения неважно какой дизинк на низи юг не полукольцо не замкнут относительно это поэтому это нет но с другой стороны у нас с вами был отдельное утверждение мы с вами его доказывали помните лимочка технической я говорил то что если у вас есть набор элементов полукольца которые не пересекаются между собой они являются подмножством то этот конечный набор набор можно добить до а элементами с конечным количеством помните была отдельная теоремка там такое неприятное доказательство даже не всем колем вот здесь она сыграла это понятно хорошо ну это следствие как которые соответственно я использовал вот сейчас когда мы это доказывали что если у вас м это мера на с на полукольце если м это мера на полукольце с ну вот ну и дальше все как обычно само а дальше а1 а2 и так далее они все являются элементами с при этом а является дизюнкным счетным объединением аитах такое бывает вот пример мы разобрали ну вот то тогда мера от а оказывается больше либо равна сумме по и от единички до бесконечности мер они ну и там одна из задачек которые у вас будет на семинарских листочках привести пример когда строго больше то есть когда равно но мы знаем это есть сигма аддитивные меры до нас интересует когда больше видите здесь нету требования что мера сигма аддитивных прошли воно было сигма аддитивно здесь было бы равно мы говорим что для любой меры верно больше либо равно это получается бывает больше бывает вам нужно будет там примерчик да но здесь же не будет равно мне же нужны еще раз то есть я на чем основывая мне нужно воспользоваться аддитивностью мера аддитивность мера работает в том случае если вы множество представляете в виде дизюнкного конечного объединения множества и я вот здесь этим воспользуюсь все еще я воспользуюсь но здесь я как бы играю на суммах да то есть я ничего не знаю про объединение аитах произведение объединение бкатах я просто говорю то что у меня есть суммы чисел и суммы чисел здесь да я дальше смотрю бкаты они все являются подмножить какого-то аитова все то есть каждому слагаемому здесь соответствует слагаемое здесь может получиться что нескольким слагаемым отсюда соответствует одно слагаемое отсюда в этом случае легко убедиться что как бы это слагаемый будет больше либо равно суммы тех двух слагаемых которые собираются вместе вот аддитивность я пользуюсь вот в этом переходе поэтому мне нужно дизюнкнуть здесь конечно чтобы воспользоваться аддитивностью мера спасибо больше и тассе и выпорошающим хорошо следующая вещь все что сейчас происходило происходило у нас на полукольце но у нас с вами есть понятие наименьшего кольца содержащего наше полукольцо интересно как наследуется свойства ну во первых как во-первых достраивать миру и сохраняется ли свойства меры при продолжении какое свойства между нас но пока единственное который нас интересует сигма дети на основной вопрос который будет если у нас бывает мера сигма аддитивно на полу кольца будет ли она сигма на кольце ну интуитивно понятно что да потому что переход от полукольца к наименьшему кольцу очень простой теорема погнали пускай м не за на полукольце с пока просто мера сейчас мы для начала будем продолжать но соответственно этот с я напоминаю так мы всегда мы обозначаем наименьшее кольцо содержащие данную систему множество данном случае наше полукольцо это наименьшее кольцо содержащие с хорошо ну вот тогда мы определяем меру на элементах следующим образом то есть любого а принадлежащего этот с мы а можем представить виде конечного резюнк ного объединения элементов нашего полукольца но это мы уже доказали так то что этот с это действительно его элементы устроены так мы определяем ню от а следующим образом просто эта сумма по и от единички до н мер аит поскольку аиты это элементы с для них определено м и мы меру для а определяем вот таким образом что утверждается тогда во первых ню от а это мера на эротес это мера на эротес и ню от а ню с точкой совпадает с м с точкой на с ну это так это и так понятно но это надо было сказать ну то есть мы продлеваем получается у нас была мера на полукольце она однозначно продолжается на наименьшее кольцо содержащие данное полукольцо доказательств соответственно первая проблема с него от а она заключается в чем пока я пью воду при таком определении первая проблема возникает с чем медом и сейчас нет это это вторая проблема первый проблем я на кольце она удовлетворяется определением меры то есть она не отрицательна за эту операцию удовлетворяет определением удовлетворяет требования аддитивности так первая проблема которая возникает при таком определении нет это вторая проблема четкая синус угла не геометрической фигуры что-то синус угла как геометрической фигуры кого кому ну кого как так нету кальций нет гипотенузы я говорю угла к геометрической фигурой они у не острова угла прямоугольного треугольника капли нет окружности пока тогда еще как определялся синус ну вот вы же были в школе 7 8 классе как определился симус угла ну откуда брался треугольник откуда брался треугольник из какой точки из какой правильно и после этого вы делали что ну то есть при таком определении синуса угла нужно доказать что как это называется математически можно красивый математический термин корректность очень плохо очень плохо первое это корректность определения еще раз вы отталкиваетесь от чего задавая меру множество вы отталкиваетесь из его представления через элементы полукольца кто сказал что это единственное представление на самом деле понятно что они нифига не единственное даже если берете полукольцо промежутков вы понимаете что вы промежуток можете но предположим какое-то множество вы можете столькими способами представить представить в виде объединения дизингтонных промежутков, ну, понятно же, да? Многими способами. Кивайте, пожалуйста, это же понятно. Хорошо. Ну вот, кто вам сказал, что при разных представлениях вы будете получать одну и ту же сумму? Ну, всегда, когда определение зависит от какой-то свободы выбора, всегда надо проверять корректность этого определения. Понятно? Ну, то есть базовые математические вещи. Ладно. Помню, в отзывах я где-то видел, что Иван Герхнич не примет указать, какой он умный, а какие все остальные идиоты. Но я же не такой? Нет? Нет. Вот. Видите? Корректность надо показать. Но корректность делается проще. То есть что мы предполагаем? Мы предполагаем, что А можно представить представление А и так по Е от единички, да? Представление Б житых по Ж от единички до М. И те, и другие элементы С. Так, понятно ли, как мы будем доказывать корректность? Конечно, мы рассматриваем С и житые, которые являются их попарными пересечениями. Что можем сказать про С и житых? Они кто? Что? Спасибо. Мы про них можем сказать, а они кто точно? Они элементы С, потому что полукольцо замкнуто в относительной операции пересечения. Ну и всё. Тогда что такое Ню от А? Ню от А мы с вами определяем как сумму по Е от единички до Н мера Ит. Так, дальше. Каждая А и Т – это и есть конечное дизинюкное объединение С и житых по Ж от единички до М. А Б житые, наоборот, это дизинюкное объединение С и житых по И от единички до Н. Ну, это теоретика множественного равенства. Я как-то веду в то, что вы можете такие вещи доказывать. Ну, это понятно, и то, что если вас прикрут, вы сделаете. Ну, дальше. Получается, если АИТа, как элемент С, предстояние дизинюкного объединения С и житых, как элементов С, это значит, что поскольку мера у нас М, она мера на полукольце, значит, она аддитивна. Значит, это можно представить вот так. Дальше вы переставляете местами знаки суммирования. И вот это вот, это у вас оказывается что? Это оказывается мера Б житого. Потому что если вы С и житые по первому индексу объедините, вы получите М житые. Всё. То есть у меня получилось то, что как бы и такая сумма, и такая сумма дают одни и тот же результат. Всё. То есть корректность доказана. Хорошо. Ну вот. Дальше. Соответственно, дальше мы доказываем то, что это действительно мера. То есть первое, что нам нужно доказать, что это неотрицательная функция, определенная на нашем кольце. Но это очевидно. Сумма неотрицательных чисел является неотрицательным числом. А дальше нам нужно доказать конечную аддитивность. То есть что это значит? Это значит то, что если А является объединением конечным по... Так. И жил у нас там было, и что у нас не было? А? Ну хорошо. По К от единички до... n, хи, хи, господи. Ну вот, а катах. При этом а каты саму являются элементами n от s. То... Вот это нам непонятно. То мера от a будет равна сумме по K от единички до n мер а катых. Я ещё не доказал, что n это мера, но как бы я оптимистичен. Неотрицательность очевидна. Потому что ν определяется как сумма неотрицательных слагов. Ну вот. Всё. Ну тут понятно, что делать. Да? Понятно? Что мы делаем? Павел. Акаты как элементы r от s. Мы можем представить в виде конечного дизнюханного объединения элементов нашего полукольца. У нас аддитивность чего есть? Только mA. Нам нужно всё свести к m. А чтобы свестись к m, нужно опуститься на уровень s. От r от s. И мы это делаем просто. То есть мы акаты представляем в виде конечного дизнюханного объединения каких-нибудь, давайте, а, к, и, где i меняется от единички до lк. Ну, то есть каждую акатую мы представляем в виде какого-то конечного объединения дизнюханного элементов s. Хорошо. Контрольный вопрос. Почему элемент r от s я могу представить в виде конечного дизнюханного объединения элементов s? Теорема такая была. О том, что элементы нашего наименьшего кольца выглядят именно так. Мы это доказали. Хорошо. Кстати, что приятно, что я сейчас получил одно из разложений элементов r от s а, да, в виде конечного дизнюханного объединения элементов s. Вот оно, одно из разложений. Мы в предыдущем пункте доказали то, что нам не важно, какое разложение а мы берем, но вот ню от этого не меняется. То есть что я знаю? Я знаю, что ню от а по определению своему, это есть сумма мер вот этих, но я поэтому сразу напишу двойную сумму. по k от единички до n и по i от единички до l-катова. Мен о каитах. Дальше. А конечное дизнюханное объединение о каитах – это и есть о катое. Значит, вот эта штука – это кто есть? Буква какая? Ню это называется. По k от единички до n и ню от a-катова. То есть каждый раз надо четко понимать, какую букву вы пишете. То есть элементом, кого является ваше множество, полукольца, кольца, подобно еще сигмал будет. Каждый раз вы должны понимать, какую меру вы пишете. Все, ура! То есть что получилось? Что для любого представления равенство верно. То есть аддитивность этой функции есть. То есть она неотрицательна раз, аддитивна два, значит она мера. На R от S. Хорошо? Все, это мы сделали. Мы до когда? У нас еще вагон Рим. Это приятно. Так, это есть. Следующий этап – это наследование свойств. То есть что мы получили? Что если у нас есть мера и у нас есть полуколечко, то эта мера легко, однозначно и очевидно переносится с полуколечко на колечко. Следующий этап – то, что нам нужно, то, что наследуется свойство. То есть если первоначальная мера на полукольце была сигма-аддитивна, то новая мера на кольце тоже будет сигма-аддитивна. Хорошо, ну погнали. Теорема. Если м – сигма-аддитивная мера на S, то ню будет сигма-аддитивной меры на N от S. Ну погнали. Что такое сигма-аддитивная мера на N от S? То есть если у меня какой-то элемент эротез, представим в виде дизюнкного объединения аитах, пари от единички на бесконечность, которые тоже являются элементами эротеза, то тогда, вот это мы не знаем, то есть мы хотим это доказать, но то мера A будет равна сумме бесконечной меры аитов. Мы не знаем, мы хотим это доказать. Ну погнали. Соответственно, как обычно, нам нужно спуститься на уровень полукольца для того, чтобы там использовать ее сигма-аддитивность. Проблема в чем? Если мы так же, как здесь, сейчас аито, каждый из них, разложим в виде конечного дизюнкного объединения элементов полукольца, для A нам радости никакой это не доставит. Это понятно? Потому что у нас будет уже счетное объединение элементов нашего полукольца. Поэтому нам и A нужно представлять в виде элементов S, и аито нужно представлять в виде дизюнкного объединения элементов S. Это понятно? Кивайте. Хорошо. Ну погнали. Здесь у нас будет сумма по G от единички до K. Да, нормально, буква не занята. B житых. Где B житые, это элементы S. Ну вот. А аито мы будем представлять в виде дизюнкного объединения по L от единички до L и то. Это L у меня такое. Мы это назовем B и L. Это тоже элементы S. Как соотносятся вот эти B житыми с этими B и L? Никак. То есть как бы, ну, то есть A является еще их дизюнкным объединением, но мы A как-то нарезали, и как эти слои будут соотноситься с этими кусочками, никто не понимает. Поэтому мы вводим новые объекты. Какие? Пересечения этих двух. То есть мы вводим C с индексами G и L, которые есть пересечения B житого с B и L. Чем прекрасны эти C? Они элементы полукольца. Все, ура! Ну вот. Дальше мы очень хотим воспользоваться нашей сигма-аддитивностью M на S. Ну и погнали. Соответственно, что я утверждаю? Я утверждаю, что B житая. Я могу представить видеть такого объединения наших C-шек. Какого? Это объединение по L от единички до бесконечности и объединение по L от единички до L житой. Нет. Почему это G2? L и 2. Нет, все правильно. L и 2. C, G и Lt. Это будет B житой. Ну то есть я в покое оставил вот этот вот индекс и прообъединял по всем вот этим. Ну вот. А B и Lt, ну там конечное объединение, там все хорошо. C, G и Lt. Это по G от единички до K. В общем, я сделал, я нашинковал максимально, получил самые маленькие вот эти кусочки, C, G и Lt. они элементы полукольца. Все. А когда все нашинковано, после этого уже можно считать. так, погнали считать. Так, что нас интересует? Нас интересует вот это НЮАТ А. Что такое НЮАТ А? НЮАТ А это через кого мы расписываем? Через B житой. То есть это сумма по G от единички до K мер B житой. Ну, B житой это же у нас элемент полукольца, поэтому M. Это у нас выполнено в силу определения НЮ. Хорошо. Дальше. Каждая B житой у нас представима в виде динюкного счетного объединения C, G и L, которые являются элементами полукольца. То есть мы сейчас работаем в рамках M, а M сигма-аддитивный. Поэтому конкретно каждая вот эта штука, она представима в виде вот таких сумм по I от единички до бесконечности, по L от единички до элитова. Ну, вот этот уже с C, G и L. Нет, меры их. Меры их, конечно. Теперь хочется переставить местами знаки суммирования. Привет, Матану. Матан наше всё, вы об этом помните. Когда мы имеем право переставлять знаки суммирования? Легко. Ну, а нет, какой критерий был? Кто независимый? Нет, ну это в смысле у тебя никак не поедут индексы суммирования? Ну, да. А вообще, в каком случае можно перемешивать ряды? Ну, конечно. В случае, когда ряд абсолютно сходится. Доказывали вы. Кстати, вопрос к 51-й тоже. То, что условно сходящийся ряд путём перестановки можно свести к чему угодно. Но чтобы он сошёлся к любому числу. У вас был такой общий факт? Он был в рамках задачек или общей теории? Вы учили. 51-й вы учили это, сдавали? Это было. Как называется? Риммана. Ну, в общем, количество фамилий и теоремы то и то конечно, но явно фамилий меньше, чем теорем, поэтому многие называются одинаково. Ну вот, всё. Значит, тут можно переставить знаки суммирования. То есть мы можем вынести вот сюда. Так? Ну вот. И дальше мы обращаемся к вот этой вот... К чему мы обращаемся, кстати? К вот этому вот, да? Ну вот. То есть мы что видим? То, что у вас каждая аито, это есть вот такое объединение b и л, а каждая b и л, это есть вот такое объединение вот этих. То есть вот у вас идёт суммирование по g от единички до k и суммирование по l от единички до илиты. Всё. То есть цешечки у нас элементы s. У нас получается, что вот эта штука, это и есть мера, извините, мера аито. Всё. L. Это Lg. Нет, а должно быть элитая, да? Должно быть элитая. Элитая должна быть, да же? Да, должно быть элитая, да. Всё. Всё доказали. То есть действительно у нас получилось, что вот эта ню от а равна счётной сумме ню от а ито. То есть действительно, когда мы вот так вот... Ну это было ожидаемо, в принципе, потому что чувствовалось то, что она очень легко как-то естественно продолжается, поэтому тут проблем быть не должно. А? У тебя вот этот вот безумный ряд, он равен ню от а, которое конечное число. Ну вот. Поэтому и он, и неотрицательных слагаемых. Нет, у нас будут возможные ряды, которые будут расходиться к плюсу бесконечности, но это не наш случай. Сейчас. Угу, хорошо? Ладно. Хорошо. Так, следствие. Следствие, которое нам нужно. Следствие я условно назову ограничение сверху, ограничение сверху, меры на кольце. Интересно, если ню, это у вас сигма-аддитивные меры на кольце. Неважно на каком, то есть это общий результат. То есть не обязательно мы говорим о наименьшем кольце, содержащем данное полукольцо, просто какое-то кольцо, и на нем есть сигма-аддитивные меры. Дальше у нас мы знаем, что А вложено в покрывается. А покрывается набором АИТов по И от 1 до бесконечности. Это элемент Р от С, это элемент Р, это элемент Р. Тогда утверждается то, что мы можем утверждать в этом случае. Ню от А у нас будет меньше либо равно, чем сумма по И от 1 до бесконечности ню от АИТов. Вот так. Интересно, какое здесь доказательство. Интересно, мне что дана? Мне дана сигма-аддитивность. Дайте я там сотру. Мы через 5 минут заканчиваем. Что-то я подустал сегодня. Так. Мне дана сигма-аддитивность. Мне надо ей пользоваться. Как я могу пользоваться сигма-аддитивностью? Только по определению. То есть, если у меня какое-то множество, представим, дизинюнкное объединение. Тут у меня нет дизинюнкного объединения, но его можно построить. Это достаточно легко делается. То есть, мы хотим А представить в виде дизинюнкного объединения каких-то кусочков. Силу того, что у меня сейчас кольцо, у меня система множества окна относительно всех операций, поэтому проблем с построением не будет. Так, давайте я начну. То есть, в качестве Б1 я возьму А, пересечённое с А1. Так. Я сейчас вот это следствие. Ну вот. В качестве Б1 я возьму А, пересечённое с А1. Так. Кто сможет описать БНТ? Ну, то есть, у меня А полностью покрывается вот этими АИТами, да? Что, нет? Не сможете? Ну, то есть, мысль в чём? Я беру те элементы АН, которые, ну, во-первых, принадлежат моему А, и при этом они не лежат в предыдущих. То есть, без всех предыдущих. То есть, это объединение по И до Н-1 АИТ. БНТ. Нет, вот АН-1-Н А, БНТ. А какая разница? Ну, ты вычитаешь больше просто. Да, ты можешь вычесть Б-шки, но тут я просто вычитаю больше. Какая разница? Что утверждается? Утверждается, что А это Е дизюнкное объединение Б-катых пока от единочки до бесконечности. Ну, во-первых, видно, что дизюнкное объединение Б-катых не может быть больше А, но я везде с А пересекаю, да? То есть, это дизюнкное объединение не может быть больше А. Это видно? Во-вторых, любой элемент А попадёт в одну из Б-катых. Почему? Потому что любой элемент А попадает в какую-то А-шку впервые. Ну, А-шки, они же могут накладываться друг на друга, правильно? Ну вот, я открою Б-шки последовательно. То есть, каждый элемент А будет в какой-то А-шке, если он есть в нескольких А-шках, но есть будет первое по счёту, в которое он попадёт. Если этот элемент А впервые попадает в А-эн-те, то этот элемент А будет конкретно в Б-эн-те. Потому что он элемент А, он в А-эн-те. Значит, он попал сюда. И он не попал сюда, потому что он впервые попал в А-эн-те. Объяснил, да? Ну всё, поэтому вот так. То, что Б-шки не пересекают между собой, ну, вот за счёт этого выполнен. Хорошо? Ну всё. Значит, что мы с вами получаем? Что, не вот А. Да, и Б-катые, а не откуда? Самое главное. М? Они из R. У нас же R сейчас кольцо, наконец-то. То есть нам не нужно долбаться с этими дополнениями, догоняниями и так далее. Всё, у вас все вот эти вот операции, благо их конечное число, оставляют нас внутри нашего кольца. Ну и всё. Тогда что у нас получается, что ню от А, в силу того, что это сигма, аддитивные меры? Это сумма пока от единички до бесконечности, ню от Б-катых. Так? А как связаны меры Б-катые с мерами А-шки? Ну, конечно, не больше. Ну, потому что мы сначала пересекли, а потом ещё что-то повыкидывали. Ну вот, поэтому это очевидно, будет меньше, чем сумма пока от единички до М. Мера как? Всё. Вот это мне будет нужно. Ура! Всё, соответственно, следующий раздел – это будет внешняя мера. То есть следующая проблема какая? Нам нужно пойти на следующий уровень – это сигма-алгебра. Беда в том, состоит, что мы не понимаем, как выглядят элементы наименьшей сигма-алгебры, содержащей данное кольцо или полукольцо, что не важно. Мы не понимаем. То есть мы задавались вопросом о том, что такое наименьшее, мы как решили? Мы просто пересекли, грубо говоря, все сигма-алгебры, содержащие данное систему множества, и получили наименьшую сигма-алгебру. Как выглядят её элементы – непонятно. И поэтому мы не понимаем, как нам продолжать меру с нашего кольца дальше на элемент сигма-алгебры. Потому что мы не понимаем, как выглядит элемент сигма-алгебры. И дальше тут будет вообще… Сейчас спойлер, я расскажу, вы ничего не поймёте, а потом ещё расскажу, ещё расскажу, в конце поймёте. Идея какая? То, что мы сейчас будем продолжать нашу меру с полукольца, у нас там у кольца единичка будет. Ну вот, мы будем продолжать его с кольца на подмножество нашей единички. Дальше мы введём понятие измеримых множеств. Окажется, что все измеримые множества, для которых можем определить меру, они образуют сигма-алгебру. А раз они образуют сигма-алгебру, значит, она содержит в себе вот эту наименьшую. Значит, для элементов этой наименьшей сигма-алгебры мы определили меру. То есть вот так придётся залезать из-за того, что мы не понимаем, как выглядят элементы нашего наименьшей сигма-алгебры. Вот там вот такой вот будет... Я несколько раз ещё проговорю, но просто это спойлер, как всё будет происходить дальше. Спасибо большое, что пришли. Ну вот, мы с вами... Мы с вами встретимся, и следующий вторник я в это верю и с вами. Спасибо.